Приветствую! Перед вами бинокулярный микроскоп, предназначенный для разглядывания насекомых, ювелирных украшений, радиодеталей и тому подобных мелких объектов. У него очень удобный штатив. Один регулятор фиксирует оптическую часть на металлическом стержне, вдоль которого всё свободно двигается. Другой помогает в плавной и точной фокусировке, подводя объектив к объекту на нужное расстояние. Глядя на эту конструкцию, мне нередко приходила в голову мысль, что хочется иметь такой же штатив, на котором можно закрепить зеркальный фотоаппарат с макрообъективом. Для некоторых типов съёмки это было бы очень удобно, но никаких готовых конструкций за разумные деньги не попадалось. А затем на глаза попался старый советский фотоувеличитель. По сути своей похожая металлическая колонна с похожими регуляторами положения. В этом видео вспомним, что такое фотоувеличитель и посмотрим, как он может послужить в современной цифровой макросъёмке. Фотоувеличитель Фотоувеличитель это специфический проектор, использующийся для печати фотографий с негатива плёнки или реже диапозитива на специальной фотобумаге. В те времена, когда цифровых камер ещё не было, такие аппараты имелись дома у многих любителей фотографий. В наше время они зачастую никому не нужны, валяются без дела и довольно дёшево продаются на блошиных рынках. Поэтому найти такой нетрудно. В собранном виде фотоувеличитель умещается в чемоданчике. В рабочем положении чемоданчик превращается в опору для штатива и одновременно экран, на котором располагается фотобумага. В конструкции, подвешенной на штативе, самая крупная деталь – это металлическая колба. В ней спрятаны лампа освещения и две линзы конденсора. Ниже можно увидеть объектив и откидывающийся красный фильтр. Негативы вставляются между объективом и линзами конденсора при помощи специальной съёмной рамки. Также из крупных деталей в глаза бросается красный фонарь, закрепляемый на подвижном держателе. В инструкции называется обоймой. И самая интересная часть в контексте данного видеоролика – это штатив. Та самая металлическая центральная колонна, по которой свободно двигается кронштейн с описанным механизмом. Что если убрать колбу и объектив фотоувеличителя, попытавшись закрепить на их месте зеркальный фотоаппарат? Посмотрим, как можно разобрать конструкцию. Снять колбу не составляет труда, она, как правило, легко снимается, будучи зафиксирована на каких-то простейших защёлках. Далее откручиваем пластиковый винт и убираем лежащую под ним шайбу. Это позволит лёгким движением вверх стянуть металлическое основание, на котором лежат линзы конденсора. Будьте осторожны, линзы могут выпасть. Если они плохо закреплены, сначала снимите сами линзы. Далее можно спокойно выкрутить объектив из резьбы. В принципе, если вы не хотите вносить в свой фотоувеличитель никаких деструктивных изменений, на этом моменте стоит остановиться и подумать, как закрепить фотоаппарат на данной конструкции. Но у меня и так есть другой фотоувеличитель, поэтому я уверенно пойду дальше. Для того, чтобы снять металлическое кольцо, в которое вкручивался объектив, необходимо вставить отвертку в резьбу подстроечного винта и покрутить его так, чтобы освободить боковые металлические лепестки. А затем разогнуть их в стороны той же отверткой, или лучше плоскогубцами. После этого стержень, на котором всё держится, получится вытащить по направлению вниз. И вот у нас осталось только отверстие. Дальнейшая задача – совместить его с отверстием в штативной площадке. Диаметр у нас такой, что стандартная фоторезьба 1,4 дюйма наверняка пройдёт, а резьба 3,8 уже не протиснется без дополнительного рассверливания. Подбирая винты из тех, что у меня имелись в запасе, оптимальным вариантом оказалось использование вот таких двух элементов. Во-первых, это винт диаметром в 1,4 с основанием, которое можно вставить в разъём для вспышки, и двумя большими зажимными гайками. Во-вторых, маленький переходник с 1,4 на 3,8 дюйма. И то и другое можно за копейки найти в китайских магазинах. Сначала вставляем длинный винт снизу и фиксируем одной из гаек. Можно и обеими, длины хватает. И затем переходник на больший диаметр. В итоге получаем жёсткое, надёжное крепление для штативной головки. Если подходящих винтов под руками нет, можно пойти более простыми, но менее надёжными путями. Во-первых, вернуть на место тот самый стержень, который здесь и был изначально, только вставив в ином положении. В принципе, на него можно свободно надеть штативную головку, которая под весом направленного вниз фотоаппарата сидит достаточно устойчиво. Во-вторых, можно подобрать сочетание винта с шайбами и гайкой из обычного строительного магазина. Но это будет аналог стержня, на который штативная головка также свободно надевается. А найти в магазинах строительных товаров винты со стандартной фоторезьбой проблематично. Резьба заметно отличается. Итак, конструкция собрана. Теперь можно оценить все достоинства нашего штатива. По цилиндрической металлической колонне ходит кронштейн, который уверенно держит вес зеркального фотоаппарата с макрообъективом. Имеется фиксатор, прикручивающий его к колонне в одном месте. Если фиксатор ослабить, можно передвигать кронштейн вверх и вниз при помощи вращения крупной крутилки-кремольеры. Также стоит обратить внимание на небольшую металлическую рамку, зажатую в данной модели фотоувеличителя четырьмя винтами по углам. В следующей модели фотоувеличителя УПА-2 здесь будет уже только два винтика. Под рамкой находится пружинка, обеспечивающая прижим к металлической колонне. Закручивая или откручивая винтики, можно усиливать или ослаблять пружину, регулируя силу прижима и вместе с ней свободный ход кронштейна. Еще один регулятор, на который стоит обратить внимание, торчит прямо из чемоданчика. Он связан с металлическим основанием внутри и помогает жестко фиксировать цилиндрическую колонну в собранном состоянии. Таким образом, из фотоаппарата и увеличителя получается конструкция, вполне напоминающая своими органами управления бинокулярный микроскоп. Фотоаппарат можно медленно опускать или поднимать, а чемоданчик все так же используется как столик. Только теперь фотобумага может размещаться на нем, разве что в качестве белого фона, на котором лежит объект съемки. Единственный минус в том, что конструкция штатива не позволяет опускать фотоаппарат вплотную к чемоданчику. Поэтому иногда потребуется дополнительный небольшой столик, чтобы поднять повыше сам объект. В роли такого столика в простейшем случае может использоваться любая небольшая картонная коробка, которая хранится в сложенном виде в том же чемоданчике, где и все остальное. Что касается держателя для красного фонаря, его также можно использовать. Например, закреплять на нем лампу подсветки или удерживать повыше собственно объект съемки, как я сейчас раковинку. При желании можно как раз на этот держатель прикрепить подвижный столик вместо названной ранее коробки. Тогда мы получим предметный столик с регулируемой высотой. Ну а если он все-таки мешает, держатель без проблем снимается и убирается. Достаточно открутить один винт. Вот такая любопытная конструкция. Даже если вы уверены, что никогда не будете заниматься пленочной фотографией, завалявшийся в шкафу с советских времен фотоувеличитель все еще может пригодиться. Если вам понравилось данное видео, поддерживайте автора подпиской на канал, а ролик лайками и комментариями. Добра и удачи, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok